всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня тоже мы дома находимся такой домашний влог и прежде я хотела бы вам показать касс который был ну такой совместно мне и маме кое-что заказ косметика green мама я думаю что многие из вас знают эту марку я так по крайней мере знаю и очень давно и заказала тут некоторые интересные средства так что хочу сейчас показать вам и так вот такие средства я заказала те которые использовала моя мама расскажет моя мама я расскажу про свои значит все получила я это коробочки почты россии значит я вам оставлю внизу в инфобоксе все ссылочки также ссылку на сайт green мама и у них есть группа вконтакте где можно почитать в общем посмотреть почитать отзывы и так далее вот а также я вам оставлю промо-код на скидку 15 процентов так что переходите смотрите заказывать потому что продукция мне очень сильно понравилось но давайте я начну вот с этих средств это такое двуступенчатый комплексный уход для тела антицеллюлитный вот так тело поглядят приходит в такой коробочке и имеет здесь гель дренажный или политический крем гель то есть вы вначале массажными движениями до на очищенную кожу соответственно носите вот этот гель сверху потом наносите крем значит эти оба средства впитываются очень быстро здесь вот написано что вы можете сразу одеться это действительно правда я делала массаж вот с этим средством руками потому что он очень быстро впитывается то есть я нанесла зону от массировала до впитывания пошла на следующий я наношу его на живот и ягодица бедра бока то есть такой вот и сверху после того как все это воспиталось вы все от массировали сверху наносите вот этот крем гель который тоже быстро очень впитывается я могу сказать что когда вы наносите вот эту штуку не нужно наносить во первых много потому что он холодит то есть он дает такой эффект холода и кожа просто я не знаю это обалдеть какой-то на самом деле средства достаточно бюджетная дамы понимаем что здесь идут сразу два продукта и вот они стоят 535 рублей вот антицеллюлитный двухступенчатый комплексный уход классно работает девочки кто худеет кто борется с целлюлитом я прям очень сильно рекомендует такой холодок и он где-то полчаса то есть он начале сильный такой достаточно холодом ну как сильный ничего не ждет не чhole там не щиплет но при этом такой холод и потом он идет на уборе и где-то полчаса примерно те кто худеет те кто борется с целлюлитом я вам реально очень сильно рекомендую кожа подтягивается у меня ярко выраженного целлюлита нет но мне кажется если бы он у меня даже и был если у меня даже где-то есть то вот с этими средствами его наверное нет так что вот этот комплекс я очень сильно рекомендую так дальше вот такая вот у меня чистящая пеногель для лица очень она мне понравилась я ее использую видите здесь с ромашкой брусника я и использую с утра она косметику не смывает совсем то есть она ее просто будет возюкать по лицу поэтому это не для того чтобы снимать косметику это именно для умывания идет но мне очень понравилось кожу не сушит не за никаких высыпаний не вызывает очень такая мягенькая она не сильно пенится вот с утра прям сама но мне кстати понравилось вкусно пахнет вот такой крем для ног он имеет такой аромат но здесь вот больше такой ментоловый аромат а здесь такой ну как стандартный наверное для этой марки такой зеленый я бы сказал аромат шалфеем и льняным маслом очень кстати тоже мне понравилось хорошо питает ножки не липкие нет потом такого что куда-то решили встать и пойти и прилипли к полу мне понравилось и вот такой крем для рук пользовались мы с мамой вдвоем стоит на кухне варался этот крем хорошо питает после того как там прибрался посуду помыл вот этот крем очень хорошо смягчает кожу как бы увлажняет ее то есть кожа рук не сухая и вот два средства которые мало вот ведь она уж совсем юзает вот эту маску против морщин с витамином эф и или уте мой я не буду читать девочки не буду коверкать да и лютро кук вот да я один раз использовала ее но я как бы напитала кожу напитала то есть такого прямо от морщин я не заметила как тебе маска необычно я не кем она она высыхает она высыхает на позже немножко на огне и припудрила такой прямо но смывается нормально хорошо она так свеженько мне понравилось ну да лицо вот у мамы на мне это ничего не заметно а вот мама такая ну как бы свежие такое лицо даже не могла кроме они мне кажется появляется не она такая чувствует уже ухоженная конечно совсем глубокие морщинки не не проходят куда их делать только натягивать еще одно средство которое мы заказали это вот такой крем восхитительный бюст а то мама переживала что не может что-то у меня тут решила что не может с декольте ходить вот ну и как тебе ну я только начала принципе ничего плохого сказать не могу но эффект не знаю пока честно говоря не знаю не просто я просто я худела и получается как бы ну ну как бы худе когда худеешь получается кожа она как бы вытянутая а под ним уже пусто ну да дряблась такая вот ну хотя бы не совсем чтобы зря бы не было ну да ну да ну хотя бы увлажненная напитанная уже ничего плохого не могу сказать ничего не высыпает ну знаете бывает аллергия какая-нибудь ну чё правда как правда чё там девчонкам если уж упругая то конечно упругая но как дополнительный уход например если да вот здесь например я вот всегда советую как бы если вы начали худеть ухаживать за кожей вот как вот рекомендуют если например ну девушка узнала что она беременна до сразу начинать пользоваться крем от растяжек чтобы как предотвратить или уж если уж по не появились ты хотя бы было меньше и тоньше чем вот если вообще ничем не конечно так что мама будет у меня продолжать дальше пользоваться вот этим кремушка вообще вам говорит что масками пользоваться очень кожа становится с каждым разом все лучше да ухоженная ухоженная вот поэтому сразу чувствуете так что она и а я советую очень вот это вот вот эти средства и умывалка умывалка тоже очень хорошая нам понравилось так что то что так то что не забывайте о том что у меня есть промо-код на скидку 15 процентов для вас так что заходите смотрите все ссылочки я вам тоже оставлю внизу инфобоксин в принципе нам с мамой заказ понравился просто ну вот такие вещи конечно надо пользоваться до постоянно на постоянной основе чтобы кожа была хорошем состоянии красота-то какая-то ладонь хорошо тебе тут лежит пообедал скажи вкусно да пузяку набил а мы тут с мамой красотули у меня кофеёк мама чаёк зелененький 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 в горошек я в купальнике вам всякую ерунду смотрит на компьютер начиний роду что ли опять там всякие гадости новости говорит она фоном идет но и дуду 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 а еще 3 шла позагорать пока у нас погода хорошая наша подружка загорает в тенечке. Нет, она нервничала сегодня с утра. А что она нервничала? А мальчишки ушли, не видно в каком направлении. Она там уколоворот валяла. Да, замороженным себе. Так она сегодня так дошла, я думала... Вот, так она прямо сидит у нас около ворота. И вот пока они не приехали, она все сидела и сидела, сидела и сидела. Потом меня потеряла. Да, потом бабушка потеряла нашу. В общем, кошмар, она перенервничалась у нас. Очень-то не нервничала. Спит. А я вон там вот загорать сейчас буду с книжечкой. Пытаюсь. Ну да, пытаюсь. Меня дергают туда-сюда, как обычно. А мама все подушки сьет. Кажи подушку свою. Так эти же, вот эти. Видите, как красиво получается? Видишь, и высоко. Вон, видите, да, на этом, на стуле у нас лежит. Вот он, видите, высоко. И вот я его... Мама тут тоже на стуле. У меня, кстати, мама стеснялась ходить вот в этой... Вот в этом платьице. Потому что оно коротенькое. Оно открывает колени. Но оно у мамы домашнее платье. Но она все равно почему-то стеснялась. А тут мы когда из леса уехали, там шли такие две девушки. За 70 явно, если не 80. Ух, хорошо. У них, короче, платье еще короче было. Вот только-только прикрывает. Вот идут такие две с этим самым... С палочкой. Палочкой, да. С палочкой. В шляпках. В шляпках. В коротких этих самых... Ну, может, правда, куда-то загорать шли. Нет, они не по дороге шли, они по поселку шли между собой. По поселку, да. То есть вот так вот. Идут такие вдвоем под ручку. Я говорю, мама, ты стесняешься ходить. А причем такие... Да, мы еще... Ну, лишний вес имеем. Ну, такие молодцы. Главное, как ты себя чувствуешь в душе, правильно? Да. В душе мы все девочки. В семь по 20. Ну, да. Я вам еще хотела показать. У нас в саду растет вот такая груша. Да. Это мамина груша. Да. Да. Мама ей никому не дает. Мы, кстати, забор доделали этот на выходных у нас мужчины наши. Да. Мюмички, наконец-то. Мы будем все работать. Да, будем дальше спать. И тут у нас будет сад. Да. Сад огород. Это слива у нас такая. Но она погибала у нас, да? Я ее спасала. Спасала маму ее, да. Потому что у нас вот тут местечко такое. Здесь очень вода. Вода стоит очень. Вон она, вон она. Вот чуть низинка. Да, чуть-то там низинка и все. Там вода. Поэтому все деревья у нас тут вымокают. Мама рассказывала, как у нее тут слива росла. Да. И она ее просто за ствол вытащила. Сколько это? Года два сидела. Она у меня сидела. А потом я пришла. Мы приехали по весне. А здесь вода такая. Там это. Я решила вытащить. Ну, пересадить. Подхожу. Так за ствол беру. Вместе с корнями. И все. И просто вот так за ствол вытащила. Ну, как палочку вытащила из земли, так и это. Поэтому у нас здесь вода. Ветер оттуда дует. За заливом. Сквозняк такой. Да. Но грушу мама тут. Мама ее тоже спасает по всякому разному. Как она называется? Чижовская. Чижовская. Это специально выведено для Питера. Для Питера? Специально, да. Это питерская. Вот. Питерский сорт, который... Ну, она, конечно, вот девочки с юга не сравнить с нашей грушей. Да, она у нас, кстати, по вкусу она сладкая, но немножко вяжущая такая. Вяжущая, да. Она не крупная, она не тающая. Потому что южная, конечно... В прошлом году... Ну, в этом году она... Ну, я ее... Смотри, опять лопается. Смотри. А почему лопается? Это от сырости. О, сейчас эти прилетят. Эти прилетят? Я запипикаю. Да. Это мама оса имеет в виду. В прошлом году у нас... Мы съели всю грушу. Да? Было нападение. Нападение... Ну, как нападение? Что-то в сумасшедстве происходило. У некоторых съедали всю сливу. Да, в прошлом году у нас с сосами тут какая-то прям беда была. Это что-то невероятное было. И к этой груши было не подойти. Просто они ее вот... Съели весь урожай. То есть внутри груши прям дырки делали. И внутри там жили. Да, и вот так вот висела кожа. Да. И косточки. Да. И все. Поэтому вот я ее бедненькую подкормила. Ну вот она психанула. Да. Она психанула. И вот она прямо вон. Не знаешь, как подпирать. Вот, кстати, вот эту надо... Она на забор держится. Я положу на забор. Да. Это что-то невероятное. Бедненькое. Вот так будет она у меня. Вон, видишь, она? Это от сырости, да? Это муравьи сволочи едят. Да? Сволочи, гады. Вот никак не следует... Вот, вот, как вот заводить? Или кто-то сожрет, или погоду испортит. Ну как, ну, сволочи же, да? Ну я ее люблю. Я ее лелею, хую. Ой, она давно, мы в этом... На выставке купили ее. Вон, видишь, сволочи летает? Ага. Сволочуга. Асс. Мужец какой-то. И не подойти было. Не подойти. Ну и сегодня мы с вами будем прощаться. Да, мама? Мы тут в саду. Мама ходит все время ее проверяет. Да. Свою грушу, как она у нее поживает. Вот, так что не забывайте подписываться на наш канал. Оставляйте комментарии. Мы всех любим, целуем и до новых встреч. Пока.